Всем привет, с вами Андрей Сонар, и сейчас будет достаточно большой разговорный ролик про то, что из рыболовной продукции тайм-триала выбрать в 2024 году. Сейчас конец января, а это значит, что до начала активного рыболовного или вообще водного сезона осталось уже не более 2-3 месяцев. Так что сейчас самое время для заказа лодки на новый сезон. Наша продукция хорошая, она очень востребована, и если откладывать момент приобретения лодки на потом, фактически на сезон, то можно вообще к сезону и не успеть. Так что мой совет, заказывайте сейчас. Как я уже сказал, этот ролик будет именно про рыболовные лодки, поскольку это, во-первых, близко мне, а во-вторых, армия рыбаков, она ничуть не меньше, если даже не больше, чем армия туристов и спортсменов. И сначала я немножко углублюсь в историю, с чего начинались рыболовные лодки в тайм-триале. Так оказалось, что они начинались с меня. В 2017 году мне, начинающему блогеру, звонит девочка и говорит «Здравствуйте, я из компании Тайм-триал, и мы хотели показать вам рыболовную нашу новую байдарку. Можете ли вы её взять на тестирование?» Я такой «Ну давайте возьму». А надо сказать, у меня уже был приличный опыт рыбалки с байдарок, и поэтому, скорее всего, ко мне и обратились. Ну, приезжаю я, значит, в тайм-триал, показывают мне эту байдарку, я говорю «Так, а как вообще с неё рыбачить?» Сидеть где-то низко, бортики 25 сантиметров, закаяченности почти нет, любая волна, а рыболовы же всегда ловят, чем волна сильнее, тем клюёт лучше, любая волна и всё. Мы это, в ванну превращаемся. Никакого комфорта, никаких держателей, никакой обвязки. Вот, говорят, наша рыболовная байдарка. Называется «Щукарь». Я говорю «Нет, это не рыболовная байдарка». Рыболовная байдарка должна по-другому выглядеть и сразу иметь корпус, позволяющий ходить по волнам. Дальше кокпит, позволяющий разместить всё, что надо. Сидение высокое, чтобы сидеть высоко, ноги не затекали, со спинкой, чтобы было вокруг куча всяких спиннинга-держателей, леерная обвязка, и вот тогда это уже будет рыболовная байдарка. Они такие «А что делать?» Я говорю «Ну, вот покажите, какие у вас есть байдарки». Показывают. Я говорю «Вот, замечательный корпус», и показываю им на бурноводную байдарку «Ватерфлайн». Я говорю «Только днище надувное уберите, оно, в общем, необязательно, и только высоту скрадывает посадки. Сюда вот поставьте сидение. О, у вас, говорю, материал хороший есть, аэрдек. Вот из него спинка, из него сама сидушка. Крепите её достаточно высоко, и будет вам счастье. Ну, ещё, конечно, я решил добавить такие мощные капюшоны-косынки на конечности, спиннинга-держатели, и в итоге это получился фиш-каяк. Это тот самый фиш-каяк первого поколения. Прекрасная лодка, которую купили уже тысячи людей. Она удобная, она безотказная, она надёжная, в ней сидеть хорошо, рыбачить с неё хорошо. Есть один недостаток. Это небольшая скорость относительно других байдарок, потому что этот тип корпуса, он всё-таки не скоростной. Он должен был обеспечивать самую высокую остойчивость, и он её обеспечивал. И с той поры начали делаться эти фиш-каяки. Надо сказать, я в тайм-триале в то время не работал, у меня было чем заниматься, и фиш-каяк примерно целый год выпускался, стал в тайм-триале бестселлером. И потом ко мне уже обратились с тем, чтобы я пришёл на работу. Я подумал-подумал, почему бы и нет, обговорил условия, чтобы они не мешали моей деятельности, и с тех пор я в тайм-триале являюсь концепт-дизайнером лодок. Фактически все рыболовные лодки так или иначе были сделаны с моей помощью. Продолжим. Фиш-каяк замечательная лодка, но мне не давало спокойствия то, что она не такая скоростная, например, как другие байдарки туристические. Скорость, конечно, больше, чем у любой грибнушечки такой, вот тузика обычного, но всё-таки по моим меркам было этого недостаточно. И я решил реабилитировать тот самый щукарь, который был забракован. Надо сказать, что при первой встрече мной был забракован единственный на тот момент щукарь, это 340-й с 25-м баллоном. Конечно, он для рыболовных целей был маловат. А к этому времени был уже сделан щукарь длинный, 380-й, с 30-ти сантиметровым диаметром баллона. И эта лодка уже вполне подходила для того, чтобы на её базе сделать рыболовный, более скоростной фиш-каяк. Что забавное, название щукарь так и осталось за той серией лодок, и так сейчас этот щукарь и производится, хоть лодка и вообще не рыболовная. Но что было сделано? Был взят этот самый большой щукарь и полностью обвешан как фиш-каяк. То есть были установлены капюшоны, спиннингодержатели, высокая сидушка из эрдека, и получился такой крутой-крутой щукарь. И мы его решили назвать фиш-каяк-про. Почему про? Ну, типа профессиональный. А почему профессиональный? Ну, быстрее, значит, профессиональный. И кроме того, всё-таки остойчивость фиш-каяка про была меньше, чем у классического фиш-каяка на базе ватерфлая. Поэтому он стал как бы для профессионалов. Рекомендовали мы его для тех, кто уже немножко умеет грести на пайдарке. Это было примерно летом 2018 года, и тогда вот стали выпускаться два фиш-каяка, соответственно, классический и про, и на долгое время ниша рыболовных каяков была закрыта. Каяки очень хорошие, удобные, лёгкие. Один из них побыстрее, другой из них понадёжнее в плане для новичка. Прекрасно всё закрывалось. И вот целых три года мы думали, а как бы этот фиш-каяк улучшить так, чтобы и остойчивость, и мореходность, и скорость всё было на высоте, а при этом не было никаких недостатков. И придумали новый корпус. Он отличался тем, что диаметр в средней части у него был больше, чем у любых других каяков, 33 сантиметра. Закаяченность была плавной, но достаточно высокой. Обводы были плавными, как у фиш-каяка ПРО. Но в то же время кокпит был достаточно широкий, почти как у традиционного фиш-каяка. В итоге получился прекраснейший корпус, который обладает и скоростью фиш-каяка ПРО, и остойчивостью традиционного фиш-каяка. И летом 2020 года этот каяк первый раз вышел на воду. Всё получилось прекрасно, как мы и планировали. Каяк быстрый, каяк надёжный, каяк остойчивый, каяк вместительный, каяк удобный. И с той поры по текущее время это самый лучший наш рыболовный каяк, который известен всем под названием фиш-каяк ЭВА. Он выпускается в трёх модификациях. Традиционный одноместный фиш-каяк ЭВА, двухместный фиш-каяк ЭВА и супер облегчённый фиш-каяк ЭВА-Лайт. Отличие последнего в том, что он сделан не из ПВХ ткани, а из той ткани, из которой делают пакрафты, про которые я расскажу чуть позже. Эта ткань называется, если по-простому, ткань ТПУ, а если по-сложному, то нейлоновая ткань с покрытием из термопластичного полиуретана. Эта ткань позволила вдвое облегчить фиш-каяк, сделав из него фактически пакрафт, имеющий на 100% ту же форму, как и оригинальный фиш-каяк ЭВА, со всеми его достоинствами. Модель вышла недавно, может быть, вы про неё даже вообще не слышали, тем не менее, она просто идеальна, это сейчас моя любимая лодка. Я на ней куда только не ходил, в какие только приключения не попадал. Везде она меня вывезла, не перевернулась, не утопила, даже в жуткий шторм по осени. Ну а то, что на ней шикарно и удобно ловить рыбу, это и так понятно. А вот теперь переходим к пакрафтам. Самые первые эксперименты начались сразу, как только я начал изучать продукцию тайм-триала. Это был 2017 год примерно. Тогда производился фактически единственный пакрафт спутник. Отличный пакрафт, как туристический и универсальный, однако в рыболовном плане он был безусловно неподготовленный. Но сами по себе пакрафты становились все более и более популярными плавсредствами и мы решили, а почему бы не сделать специальный рыболовный пакрафт? Пошли естественно по самому простому пути. Взяли спутник, обвесили его спиннингодержателями, обвязочкой, сделали для него еще специальную сумку на нос и выпустили это просто под названием фишпакрафт. В классическом размере спутника один в нем было честно говоря тесновато. И поэтому родилась следующая идея сделать специализированный пакрафт. Причем такой, чтобы он мог завоевать сердца обычных рыболовов, которые не знакомы с байдарочным видом гребли. Что было сделано? Во-первых, было понятно, что лодка длиной 250 сантиметров и к тому же с такой пухлой кормой, как у спутника, она не дает возможности разместить много-много-много-много вещей. И первое, что мы сделали, увеличили на 35 сантиметров длину лодки. Соответственно, появилось место, куда можно положить рыболовный шмурдяк, улов. Это уже гораздо лучше, чем сидеть вот в скукоженом виде в обычном спутнике. Дальше было интересное решение завоевать любовь тех, кому чуждо байдарочное весло. Мы разработали весло трансформер, которое могло превращаться из байдарочного в пару, как это неправильно называют распашных, на самом деле это парные весла. Распашные, они вот по-другому, у них кинематика немножко по-другому. А традиционное вот такое, это называется парные весла. В общем, сделали весло трансформер, которое размыкалось, у него были дополнительные ручечки, и оно превращалось или в два обычных весла, или в одно байдарочное. И поставили уключены на новый этот покрафт, так, чтобы можно было грести и таким способом, и таким. Сразу сделали покрафт из достаточно толстой ПВХ ткани, которая была толще, чем обычная используемая ТПУ ткань для покрафтов. Вес возрос, но поскольку покрафт достаточно компактная лодка, он все-таки не вышел из такого, скажем, уровня носимого. Лодка вся получилась примерно 6 килограммов. Ну, такую толстую, мощную, длинную, пухлую лодку из прочной ткани мы решили назвать танк. В комплект сразу включили весло-трансформер, сумку удобную, в общем, такой полный-полный комплект. Вот, сел и поехал. На тот момент просто идеально для рыбака, который просто берет лодку на плечо в рюкзачке, несет к воде, быстренько надувается и на воду. Отличный вариант. Из покрафтов лучшего варианта для рыбалки ни у кого и нигде не было. И вот с той поры примерно 2 или 3 года выпускался параллельно танк и обычный фишпокрафт, просто обычный спутник, обвешанный немножечко рыболовным оборудованием. Он, конечно, уступал танку и по своей функциональности и по надежности, потому что в базе у танка уже сразу было 2 секции, это хорошо влияет на безопасность и надежность. А все-таки в обычном фишпокрафте секция была по умолчанию одна. Да, конечно, можно было там дозаказать там их хоть 8 штук, но по умолчанию все-таки была одна, как и у большинства покрафтов тех времен. Ну, понятное дело, что мы не могли без новых разработок и стали проектировать новый покрафт, сразу учтя все недостатки танка. Какие у танка главные недостатки? Во-первых, лодочка достаточно небольшая, баллон диаметром 30 сантиметров, нос не очень сильно закаячен, поэтому мореходность не очень большая. Полуметровая волна уже не так хороша по ощущениям при нахождении в танке. А выше уже может и заливать. Так что мореходность заложили сразу в новый покрафт. Во-вторых, очень важная вещь, это обитаемость лодки. У танка фактически никак не задействована кормовая часть. У него кокпит заканчивается там, где начинается вот этот горбик. На этом горбике, конечно, удобно сидеть, но разместить вещи за спиной уже никак нельзя. Только можно спереди. Это для рыболова неудобно. Первая категория это те вещи, с которыми рыболов взаимодействует постоянно. Это спиннинги, приманки, эхолот. А вторая категория это те вещи, к которым рыболов обращается нечасто или вообще пришел на воду и туда вообще не залезает. Это, например, упаковка для лодки. Это, например, рыба. Вот рыбу переложил в ведро и назад поставил, чтобы она не скакала, не мешалась. Это какие-то еще вспомогательные вещи. И получается, что рыболову удобнее сидеть в кокпите, в котором есть и спереди пространство, и сзади. И это мы тоже учли при создании нового покрафта. Из-за учета всех этих факторов покрафт наш новый получился достаточно большим. И по форме он представляет из себя именно полноценный каяк. Он на целый метр больше, чем танк, но он сделан уже из ТПУ ткани, поэтому весит он даже чуть легче, чем танк. Посадка в нем очень высокая, удобная. С сидениями мы очень-очень долго работали, и в итоге было сделано идеальное сидение, которое мы назвали Comfort Light. Оно представляет из себя отдельную сидушку высоко расположенную и спинку, представляющую из себя цилиндрический валик, который как раз находится под поясницей, то есть упирается в то место, которое именно устает, которое рыболовам нужно подпирать. И сам валик достаточно широкий и может использоваться как подлокотники. То есть когда рыболов гребет, то ему подлокотники не нужны. Но когда он сидит с удочкой, с обычной особенно, или со спиннингом и достаточно так лениво обкидывает акваторию, то как раз то, что можно локти положить на этот цилиндр, это многого стоит. Это действительно очень удобно. В общем, получился прекраснейший покрафт, который некоторые вообще не считают покрафтом, считают, что это байдарка полноценная, каяк, то бишь байдарка и каяк это одно и то же, кстати. И при разработке я его просто назвал большой рыболовный покрафт, а потом это сократилось до названия Big Fish Pack. С тех пор, это примерно с весны 2021 года этот Big Fish Pack производится и он завоевал кучу просто своих поклонников. Отличная получилась лодка. Ну, понятное дело, перед обычными покрафтами у него много преимуществ. Он и быстрее, он и остойчивее, и сидеть в нем удобнее, и он надежнее, в нем сразу две секции, и сразу практически можно дозаказать еще две секции, получится четыре секции. Объем баллонов колоссальный, из-за этого грузоподъемность просто огромная. Диаметр баллонов 35 сантиметров, а учитывая то, что это ТПУ-ткань, реальный ее при надувании диаметр чуть-чуть увеличивается, и поэтому получается 36 сантиметров. Вся лодка шире метра по ширине, поэтому она очень остойчивая, ее не завалить, не перевернуть. Я, например, сидел просто на борту лодки снаружи, свесив ноги, и она не переворачивалась. Вот такая у нее остойчивость. Так что, если вы хотите вообще безопасную байдарку, это как раз вариант для вас. Много места спереди, много места сзади общая протяженность кокпита более двух метров, это для одноместного покрафта просто очень-очень много. Вес пустой лодки примерно 6 килограммов, то есть, это все равно носимый такой комплект, то есть, туда вот весло включить, какой-нибудь мешок-насос, это получится ну, 7 с половиной. В рюкзаке это таскать можно легко. Я со всем рыболовным шмурдяком взвешивал полностью свой рюкзак, там у меня джиг-головок этих тяжелых куча была, и приманки разные, пара катушек, пара спиннингов, якорь насыпной, кстати говоря, насыпной лучше всего использовать, потому что железки таскать при таком весе лодки это вообще не то. И холод маленький, и все это вместе у меня весило примерно 10 килограммов. Ну, 10 килограммов в рюкзаке это несерьезно на самом деле, так что хороший вес получается. Отличная получилась лодка, и вот с тех пор мы стали ее выпускать. Сделали двухместную версию, в которую я просто влюбился, ну вот, это просто очень надолго была моя любовь номер один из лодок. Почему? Потому что она еще быстрее, 4,40 длина, такая полноценная байдарка, и с такими классными обводами, она просто разгоняется, и прет вот с реальной скоростной байдарочной скоростью. Дальше, я большой, мне всегда хотелось много-много места, и вот он мне дал просто вот огромное количество места. Я на самокате часто на рыбалку езжу, и у меня туда самокат влезал, дальше туда влезал пучок спиннингов, дальше переднюю сидушку, он же двухместный, я использовал как столик, на котором все размещал, дальше, любил на нем катать пассажиров, особенно пассажирок, и все было очень прекрасно, я просто почему говорю было, потому что я сменил его на свою новую любовь среди легких лодок. Я сразу скажу, я о ней уже говорил, это фишкаяк Эва Лайт, он немножко полегче Бигфишпака второго, но из-за того, что у него совсем другая организация внутреннего пространства, размер кокпита у них сопоставим, и тоже можно вдвоем на нем кататься, прекрасная лодка, это теперь моя новая любовь, вот с прошлого года. Но, тем не менее, Бигфишпак 2 это просто прекрасная лодка, если вам нужна самая легкая двойка полноценная, то советую вот его. Грузоподъемность мы как-то считали чуть ли не полтонны. Естественно, в паспорте, в документах указали меньшую грузоподъемность, чтоб народ не геройствовал, но был момент, когда мы устраивали такие небольшие игрища на воде, так в нем четверо сидело, и им было не тесно, они там активно еще двигались внутри этого Бигфишпака 2, а рядом еще плавал Бигфишпак 1, и в нем сидели трое. Обе эти лодки совместимы с самыми обычными уключенными, то есть можно, да, заказать обычные уключенные, не какие-то там рамные, которые надо для более узких лодок, а обычные. Поставите эти уключенные, сможете грести парными веслами. Вот наш специалист по покрафтам Дмитрий Никитин так на своем покрафте сделал, и был очень доволен. У него Бигфишпак как раз в полном фарше и с уключенными. Следующая разработка была скорее более модная, чем так скажем более функциональная. Это чихонь. То есть мы решили сделать более красивую и более скоростную модификацию того же самого Бигфишпака первого. Сразу было задано то, чтобы размер кокпита был такой же точно как в Бигфишпаке первом, но диаметр баллонов немножко уменьшить и изменить оконечности на более такие скажем так мореходные. Была надежда то, что эта лодка пойдет быстрее, чем Бигфишпак. На самом деле они идут примерно одинаково, но чихонь немножечко полегче и внешний ее вид может быть кому-то покажется более привлекательным. По основным характеристикам я между чихонью и Бигфишпаком большой разницы не вижу, так что тут на вкус и цвет выбрать или эту лодку или эту. Завершая разговор о покрафтах стоит упомянуть еще велопак. Этот покрафт создан на базе корпуса Бигфишпака, однако кормовая часть там сделана совсем по-другому. Она сделана таким образом, чтобы туда вот так вот прям в стоячем виде прямо до конца кормы можно было загнать полноценный здоровенный велосипед. Закрепить его и он будет вот так вот стоять. Это покрафт для тех, кому нужно самое простое решение, чтобы полноценный большой велосипед закрепить на лодке. Я знаю, что рыболовов, которые ездят на велосипеде прямо на воду достаточно много. И вот такая лодка будет для них самым идеальным решением. Ролик получается очень большим, поэтому давайте мы на этом моменте немножечко прервемся и продолжим во второй части. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.